Обстоятельства и причины ясны, но вот итоги пугают. Жители Ольхона в страхе за себя и свое имущество. Ведь по острову разгуливают голодные медведи, которые вряд ли найдут в природе себе пропитание. Просто застрелить опасных хищников нельзя. Если выход из ситуации, ответы далее. Чрезвычайная редкость для острова Ольхон. Медвежьи следы появились на днях. Последний раз такое здесь видели 35 лет назад. Тогда зверь был один, сейчас трое. Ничего хорошего от хозяев тайги люди не ждут. Поэтому за всеми перемещениями хищников пристально следят. В данное время один находится за поселком Хужир, Медведицы и Пистун. Находится в местности Буругир, недалеко от Бухты Песчаной. У нас все под контролем. Выехало две оперативных группы. Одна группа работает в Хужир. Поселок защищает местных жителей от контакта с диким животным, чтобы не произошел. И днем и ночью у нас дежурство отслеживаем. Следить можно, убивать нет. По закону здесь природоохранная зона. И по шаманским поверьям, кровь медведя на острове проливать категорически нельзя. Чревато бедами, которых этим летом в виде пожаров здесь уже натерпелись. Лес нужно восстанавливать. Для этого сегодня и в выходные на Ольхон выезжают добровольцы. Они же в социальных сетях ищут тех, кто знает, как решить медвежий вопрос. Обращаемся к тем, кто может помочь. Нам нужен специалист, который может грамотно, без крови, без пролития крови, отловить медведей. И клетка для них уже готова, клетка-ловушка. Надо их просто отловить, привезти в питомник К-9, который согласился принять их на зиму, кормить. И весной их отпустят в лес. До весны еще далеко. Сейчас решают, как усыпить и обездвижить медведей. Как вариант, слабоалкогольный напиток, нужна целая фляга. Спиртное пока не нашли. Однако несколько иркутских предпринимателей уже перечисляют средства на транспортировку и содержание медведей. Поэтому вопрос с безопасностью на острове и местом жительства зверей должен решиться в ближайшие дни. Надежда Казакова, Лада Рыбакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням.